Методом гидроразрыва получили большую газоотдачу и хорошо себя чувствовали. Однако это все происходило до тех пор, пока они осваивали территорию пустынь. А когда они вошли в населенные районы, они столкнулись с проблемами исчезновения воды, с проблемами загазованности воды тем же газом и так далее. Вот была картинка, мы хорошо видели, там была буровая, из-за ней два больших резервуара, таких выкопанных, типа труда небольших. Это емкости, где хранятся раствор закачиваемой скважины и раствор, который из скважины выкачивается, отработанный. Для одной скважины необходимо несколько тысяч кубометров вот таких вот емкостей. Естественно, что в условиях, когда он залегает на грунтах, на почвах, их надо гидроизолировать для того, чтобы эта вся вода не пошла в почву в нашей. Помимо того, что надо подумать, где взять эту воду для того, чтобы ее закачивать. Несмотря на то, что воды, в общем-то, как кажется, в Украине очень много, однако не вся она пригодна для того, чтобы использовать эту ситуацию. Дело в том, что для гидроразрыва используются только пресные воды. В них добавляются различные химикаты, реагенты, которые закачиваются в скважину. А у нас воды пресные, это либо поверхностные воды в Донецкой, Харьковской области, в реках. Мы знаем, какая у нас экологическая ситуация. Это, по сути, даже поверхностные наши воды, это минеральные воды, минерализованные. А подземные воды, это, в принципе, минеральные воды. Поэтому надо где-то искать пресную воду для того, чтобы делать вот эти вот растворы. Давайте посмотрим небольшой фрагмент из фильма «Газленд». Как раз речь шла, мы говорили о Соединенных Штатах, о том, как происходит добыча и как, в общем-то, народ реагирует на эту добычу. Поэтому давайте посмотрим фрагмент. Они начинали на Западе, Нью-Мексико, Колорадо, Техас, Вайоминг, Оклахома и на юге, Арканзас, Луизиана, Алабама. 450 тысяч скважин, умноженных на 18, умноженных на 26 тысяч кубометров воды. Это 150 миллиардов кубометров воды. И вся она содержит 596 веществ бурового раствора. Ближайшим местом добычи является Димак, штат Пенсильвания. Около 65 километров от Нью-Йорка, в бассейне реки Саскуэханна. Хьюстонская компания Cabot Oil & Gas пробурила более 40 скважин в течение нескольких месяцев. Моя следующая остановка была напротив дома Рона и Джейн Картер. У них скважина прямо перед домом. Вскоре после бурения вода начала кипеть. Оказалось, что в ней есть газ. Я позвонил им и сказал, что до бурения наша вода была хорошая, а потом испортилась. Там сказали, что могут и докажут, что это не их вина. Я начал составлять список того, что происходит в Димаке. Проблемы с водой, здоровьем, опасность взрыва, уничтожение земли, отсутствие доверия к государственной комиссии, ощущение обманутости, бессилие, мертвые и больные животные, трудности в получении информации о добыче газа, ощущение непонятости происходящего. Если коротко, невозможность вести нормальную жизнь. Надпись «Не пейте эту воду». Сейчас, еще несколько секунд. Это был самый большой огонь из тех, что я здесь получал. Пахнет жженными волосами. Павел, Вы много общаетесь с лидерами мировых, европейских, экологических движений. В связи с этим у меня к Вам вопрос. Как вообще в мире реагируют на добычу сланцевого газа? Однозначна думка экологов, громадских экологических организаций, зелених, громадских и политических – это «Не сланцевому газу». И есть даже такой британский сайт, Вы знаете, что в Британии там достаточно серьезно проводятся разработки этого сланцевого газа. Есть такой чудовый веб-сайт, который называется «Фрак-Офф». Я думаю, что зрозумело, про что идет эта мова. И на этом сайте там достаточно серьезно, много информации и карты, где вы добываете, как вы добываете документы и так далее. Коротко, концептуально, что сейчас происходит в Европе? Не зважаючи на то, что громадские организации многих стран и международные организации, такие как «Friends of the Earth Europe», «Friends of the Earth International», частью которой, в основном, есть и наш «Зеленый свят», выступают против сланцевого газа, активно выступают против этого. В некоторых странах все-таки эти разработки проводятся. И все-таки добывается сланцевый газ, как в Британии, в Штатах и еще в несколько странах. И интересный опыт наших негерийских коллег. Это негерийская организация «Фрэнс оф зе орд Нейджерия». И вместе с «Фрэнс оф зе орд Нейдерландс» – «Милео Дефенси», ведомую голландскую организацию, они подали до суду на компанию «Шелл». И это безпрецедентный випадок. 2008-го года, это уже процесс тягнется 4 года, эти две громадские организации, разом с четырьмя фермерами, которые постраждали через добывание сланцевого газа в Нейдерии, они подали до суду. И как раз завтра, 30-го січня, має відбутися вирок по цьому судовому процессу. Цей суд відбувається в Газии, в Голландии. И мы будем ждать, что скажет голландская правосудие щодо цього. И там, я перепрошу, там позиваются «Милео Дефенси» и друзья земли Нейдерии, позиваются до компании «Шелл» и с вимогой компенсировать всю шкоду, которая была подъявлена впродовж добывания сланцевого газа компании. Это дочерняя компания «Ройал Дач Шелл» и компании, которые находятся там уже на территории Нейдерии. И они требуют, чтобы они, значит, сейчас я, у меня даже есть материалы цього позову, они требуют компенсировать все витрати, которые были завданы у селища Гои, Акот-Ада-Удо, Арума и дельта речки Нігер. Отже, будем ждать, який будет вирок правосудия голландских.